К теме моего сообщения о безопасных асфальтобетонных покрытиях для крупных городов, я хотел бы осветить глобальную проблему Казахстана по развитию автомобильных дорог. Казахстан входит в десятку крупных стран по территории и имеет самую высокую экономику по ВВП среди стран СНГ Центральной Азии, а также выгодное геополитическое расположение в центре Евразии для осуществления экономически эффективных международных транспортных перевозок. И при самой высокой автомобилизации, более 5 миллионов автотранспорта, ежегодно еще поступают по 500 тысяч автомобилей, и ежегодный рост до 20-40% объемов транзитных перевозок имеет недостаточное количество автомобильных дорог для эффективного роста экономики страны. Например, Узбекистан по территории уступает в 7 раз и по экономике более 2 раз, а по количеству автомобильных дорог превосходит Казахстан более 2,5 раз. У них 220 тысяч километров дорог, у нас 95. Япония по территории также в 7 раз меньше, а по количеству дорог превосходит Казахстан в более 120 раз. 1 миллион 200 тысяч километров дорог. В правительстве Казахстана имеется мнение, что такое большое количество дорог, 95 тысяч километров, поддерживается ежегодным ремонтом, и качество дорог соответствует требованию. Ну, это, наверное, неправильно. Вообще известно, что транспортные нагрузки с 2006 года повысились официально до 13 тонн, а фактически до 15 тонн на ось, или 2-3 раза. Разрушение дорог опережает восстановление только за 2019-2022 годы, количество дорог сократилось на 1546 километров. Вот надо понять, что это дороги, подъездные дороги к поселкам, поселкам, селам и так далее. Это население лишилось дорог. Опыт богатых стран США, Индии, Китай, имеющих 7, 6 и 5 миллионов километров дорог, свидетельствует, что экономика стран зависит от количества автомобильных дорог. Премьер. 30 лет назад Китай был отсталой страной. Правительство выдвинуло лозунг «хочешь быть богатым – строй дороги». И за 30 лет построены более 5,5 миллионов километров дорог. И Китай обогнал США по экономике и весь мир по количеству высокоскоростных автомагистралей. В Казахстане за 30 лет построено аж 18 тысяч километров дорог. Из них 1600 километров с имитобетонным покрытием. Но в 2020 году отказались от них из-за сложности технологии и дороговизны. Нашей научной школой в Казахстане разработаны и освоены альтернативные нанотехнологии 21 века, превосходящие традиционные технологии дорожного строительства по следующим позициям. 1. По экономической эффективности на 30-50% и снижению дорогостоящих материалов на 50-70%. 2. По качеству и долговечности асфальтовых и бетонных дорог до 35-50 лет. 3. По устранению сезонности строительства дорог до минус 20 градусов и текучести профессиональных кадров. Вы знаете, когда если зимой дорожное строительство простаивает, то все квалифицированные специалисты уходят, потом их где-то искать надо, воспитывать. 4. По экологии и утилизации промышленных отходов вторичного сырья. 5. По закону Казахстана зеленая экономика. У нас на 2030 и 2050 год нужно было утилизировать, нужно будет утилизировать от 30 до 50% от захоронения отвалов техногенных отходов. А их у нас 60 миллиардов тонн в Казахстане. Даже с высоты самолета было обнаружено 5500 отвалов. 5500, то есть 5500 отвалов. 5. В крупных городах, имеющих многолетние слои асфальтобетонных покрытий, повторно использовать асфальтовый лом для экологически чистых, наноструктурированных покрытий в улице и площаде. 5. Теперь перейдем к презентации по слайдам. Руслан, слайд есть, да? Вот это свидетельствует, показывает, что наша организация работает в искании и проектировании дорог, диагностика, научно-исследовательские работы с разработкой нормативных документов. Следующий слайд, да, вот здесь, значит, показано, что более 70% асфальтобетонных покрытий автодорог подлежат реконструкции под современные транспортные нагрузки. Следующий слайд, использование ТМО, это техногенные минеральные отходы, крупноотоннажные, о чем я говорил, 60 миллиардов тонн, и асфальтовый гранулят в различных странах. Вот видите, что в Европе, США где-то до 100, и 80% используется, а в Казахстане где-то около 10-15%. Но на основе, смотрите, до 90-х годов, когда было в нашей дороге, 98% дорог было устроено из холодного асфальтобетона. Это где-то 80 тысяч километров дорог. И они повторно используются каждый раз путем рыхления и снова добавления щебня и битома, выравнивания и заново эксплуатируются дороги. Экономика штата за счет повторного использования асфальта в 2016-2017 годах, они получили эффект, короче говоря, уже сейчас они используют 90 миллионов тонн при среднем содержании смеси в размере 20%. Общая экономия в год получается 2,5, больше 2,5 миллиардов долларов США. Вот что можно получить, если мы будем использовать повторный асфальтобетон. Следующий слайд. Еще раз. Следующий. Я рассказываю по своим. Так. Еще следующий. Вот здесь показаны организованные ассоциации по утилизации ЗОЛ, ТЭЦ. Вы знаете, вот Соединенные Штаты, в странах ЕС созданы и даже созданы в Азии. Это Китай и другие страны. Вы видите, что ЗОЛ и ТЭЦ можно использовать в качестве добавки цемент и в дорожном строительстве, с учетом того, что мы активизируем их немного. Но теперь переходим к тому, что нами созданы наноструктурированные белитовые вяжущие, которые отличаются от обычных портланцементов тем, что у нас двухкальциевый силикат превосходят в основном от 50 до 60 до 80%. А в алитовом цементе, который мы используем в дорожном строительстве пока до сих пор во всем мире используется, там трехкальциевый силикат быстротвердеющий до 65% используется. А белитовый цемент дает такие преимущества. Допустим, наноструктурированные белитовые вяжущие коллоидные структуры упрощляются при различных положительных и отрицательных температурах при многолетней эксплуатации дорог. Вот видите, как в течение 12 месяцев прочность наноструктурированного цемента при низких температурах понижается, но затем при наступлении положительных температур она увеличивается даже на 15-20%. О чем свидетельство даже используют увеличение на 10% количества прочно связанной воды. Ну, вы знаете, в структуре цемента всегда есть прочно связанная вода, которая влияет на прочность бетона. И она увеличивается тоже на кости положительных. Даже вот следующий слайд, следующий слайд, да, вот здесь бетон, который 90-нанноструктурированный бетон, который 90 суток твердел с различным количеством вяжущего. Потом подвергся 200 циклам замораживания оттаяния, он немного снизил прочность, но затем при положительных температурах он восстанавливает полностью прочность. Поэтому мы назвали, патент получили на самовосстанавливающий дорожный бетон. Следующий слайд. Следующий слайд говорит о том, что технологичность нашего наноструктурированного белитого вяжущего и дорожных бетона отличается от традиционных. Поэтому мы даже можем строить дороги при температуре, низких температурах до минус 20 градусов. Следующий слайд. Вот здесь показано, что при выдерживании до минус 20 градусов, прочность, 100% мы получаем прочность. Но затем прочность всё равно увеличивается. Следующий слайд. Это вот первая дорога Александровка-Несерка в Чемкенской области с покрытием из белитого бетона в эксплуатации находится 47 лет без ремонта. Вот через 43 года мы восстановили ямочность, было на асфальтобетонном покрытии. Ну не покрытие, а слой износа. Это 8 сантиметров холодного асфальтобетона. Перекрыли 5 сантиметрами асфальтобетона, и он ушёл на 50-е годы эксплуатации в хорошем состоянии. Вот мы испытания провели, взяли керны. Вначале брали керны, когда прочность достигала где-то 400, марки 400. А затем, когда более 39 лет, 12 лет мы взяли керны, получилось 350 где-то марка. А через 39 лет, в 2016 году, марка достигла 450 на дороге Фогелев-Кожданово. Пришлось нам вырезать, вырубить вырубку, и потом нарезать на ней, из неё делать кубики. И вот, следующий слайд, вы ещё в слайды перейдите. Два слайда. Слайды, следующие. Ещё следующие. Вот мы нарезали из вырубки, нарезали балки, ну, как обычно, бетонные балки. И провели испытания. Прочность их на сжатие составила 48,8 мегапаскаль, или марка 450. Но прочность на изгиб в два раза превышает прочность цементобетона. Допустим, достигают до 8, около 9 мегапаскаль. Следующий слайд. Вы видите, что те дороги, которые мы построили в течение 1976-1984 года, когда было Министерство автомобильных дорог, был просто приказ по каждому предприятию, давали указания, сколько километров они должны построить. Обычно строили по 3000 километров в год новых дорог. И вот с использованием техногенных отводов наших вяжущих построены были заводы в Чемкенте, и Курдайский завод тоже перешёл на наши белитовые цементы. И построили дороги, которые, вот, вы видите, что они вот до 40, ну, здесь старые сведения, но сейчас вот 47 лет дорога повышает, увеличивается прочность. Если у портландцемент при использовании цементобетона, прочность через 20 лет начинает разрушаться, но все страны мира, США и другие, они говорят, что прочность цементобетона, срок службы до 30 лет. Но есть шовные, полностью со швами, армированные, они до 40 лет эксплуатируются. А наши бетонные без армирования, без швов, эксплуатируются до 50 лет. Следующий слайд говорит о том, что если мы слой износа из щебёночно-массичного асфальтобетона, ну, это толщиной где-то 6-10 сантиметров, на покрытиях из наноструктурированных бетонов, гарантирует долговечность дорог на 50 лет. Следующий слайд. Вот видите, как дороги построены с нашими вяжущими. Омск-Майкопчегайон построен в 2005 году, и сейчас, в 2002 год, до сих пор эксплуатируется без ремонта. Отражённые трещины имеются на покрытии, но на трещинах, когда мы измеряли модуль упругости, то он полтора раза выше расчётного, ну, проектного. Притом ровность обеспечивается, безопасность дорожного движения тоже. Вот, а семей Павлодар, когда мы построили в 2016 году, вот его, видите, с правой стороны фотография, 2022 год. Это уже 4-6 лет. В эксплуатации трещин нет, потому что мы нарезали там швы. Следующий слайд. Вот, современные цементобетонные покрытия, с основанием из наноструктурированных бетонов на основе билетовых цементов, гарантируют долговечность автомобильных дорог на 50 лет. Вот, это вот построено было 1600 километров из цементобетона. Но потом Казахстан отказался строить дорог, потому что дорого, во-первых, вот эти бетонно-укладочные комплекты, они стоят 3,5 миллионов евро. Вот. Ну и необходим обычно качественные щебёночные песчаные материалы и цемент, и портландцемент марки до 500. Ну, где у нас даже марка 500 очень редко встретишь. Но для того, чтобы вы знаете, что если современные конструкции, современное транспортное движение увеличилось 2-3 раза, и само покрытие, если раньше просто асфальтобетонное покрытие или цементобетонное покрытие, оно могло использоваться для пропуска транспорта до 10 тонн. Сейчас транспорт контейнерной перевозки где-то до 60-80 тонн. И для того, чтобы прочность конструкции была без дефектов, мы разработали конструкцию дорожной одежды, состоящую из цементобетона и отражающего экрана. При вибрации цементобетона, следующий слайд, покажите. При вибрации, при проезде транспорта, вот, высоконагружённых, происходит вибрация, которая как бы всасывает влагу с уровня грунтовых вод. Вот на дороге Астана-Щучин, с которой мы построили, может быть, дальше слайд, покажете. Дальше слайд. Вот, это наша организация построила дорогу, ну, в смысле с участием, по рекомендациям нашим. Значит, золобетон, зологрунтобетон, в нём только 30% щебня, а остальной грунт. И добавили 18% зола, то есть 20% шлак зольного вяжущего, белитого зольного вяжущего. И сделали, после покрытия сделали дренирующий слой из щебня 20 сантиметров и 30 сантиметров зологрунтобетона. Поэтому, вот, следующий слайд, покажите. Следующий слайд. Вот следующий. Видите, вот вверху метровый слой, внизу, вот это всё тёмного цвета, это грунты, разуплотнённые грунты, переувлажнённые. А вверху, вот это, ну, голубого цвета, это вся дорожная конструкция, которая не имеет никаких дефектов. Это георадарные снимки мы сделали для того, чтобы показать, что по нашей технологии, по нашей конструкции защита полностью обеспечена. Это было в 2007 году построили, 2015 год снимок. Следующий слайд, скажите, покажите. Вот в следующем слайд это традиционно, там было построено 200 с лишним километров, первые 550 километров по нашим рекомендациям, а остальные 150 построены по традиционной технологии. Видите, что разуплотнение достигло поверх, это даже, ну, дошло до плотного покрытия, остальное разуплотнилось. Конечно, эта дорога через, на второй год эксплуатации покрылась трещинами. Следующий слайд, это мы строили дорогу семей Павлодар в 2016 году. Это земляное, рабочий слой земляного полотна укрепили шламом, шламом, бокситовым шламом Павлодарского завода. Следующий слайд, это, следующий слайд, это мы уплотняем, укладываем асфальтом, обычным асфальтовым укладчиком слой и уплотняем катками, обычными дорожными катками. Следующий слайд, вот в следующем слайде показана нарезка швов. Мы нарезали швы, которые потом, дело в том, что наноструктуру, то есть белитовый цемент или даже бетон на белитовом вяжущем, он не дает таких трещин, так как температурное расширение, усадки, усадки в нее нет. Вот, трещины где-то 2-3 миллиметра. Они не проявляются наверху, если нарезать швы. Вот, следующий слайд, это строительство дороги Караганда Тимиртау, тоже изнано структурированный бетон на основе доменного шлака. Если мы бетоноукладочными машинами укладываем максимум 800 метров в сутки, в сутки, то наши, при нашем белитовом вяжущем, мы можем по 5-6 километров в сутки строить, потому что у нас нет технологических перерывов и так далее. Это удержище позволяет нам свободно работать по высокой технологии. Следующий слайд. Вот здесь реконструкция дорог методом холодного ресаклинга с повторным использованием асфальтового лома в основании или покрытии из нано структурированного асфальтобетона. Притом асфальтобетон, если обычный асфальтобетон максимальная прочность его 5 мегапаскаль, то мы получаем асфальтобетон прочностью 15-20 мегапаскаль или маркобетона. Но при этом мы упругие упруговязкие свойства асфальтового нано структурированного асфальтобетона сохраняются. Допустим, при 50 градусах асфальтобетон снижает прочность. А при высоких, при низких температурах прочность повышается. Ну, как обычный асфальтобетон. Он также при 50 градусах вообще снижает прочность до минимума. Получается где-то полтора мегапаскаль. Но при этом когда мы используем вторичный асфальтобетон, мы получаем во-первых эта дорога может служить 35-50 лет в зависимости от количества введенного вяжущего. Вот слои износа можем менять через 10-12 лет. Не будем уже обращаться как сейчас в основном ремонт дорог захвачено 5000 километров дорог. У нас не будет. Слой износа периодически возобновляем это то же самое что делают Китай и Соединенные Штаты. Экономия дорожно-строительных материалов до 70%. Высокая темп реконструкции. Допустим мы нижний слой нижний слой не трогаем мы из верхнего слоя покрытия допустим асфальтобетонного создаем отражающий экран монолитный марки 150-200 и морозотойкостью 100. Следующий слайд. Следующий уже перепрыгнули. Ну хорошо. Значит вот в чем отличается белитовый цемент от алитового цемента портлан-цемент в портлан-цементе 80% 80% это кристаллические наобразования и всего 20% коллоид волокна или коллоидная структура ЦСН 20% они и ограничиваются двухкальциевый силикат в цементе потому что он препятствует быстрому твердению цемента вот справа показан белитовый наноструктурированный гидросиликат ЦСН вот белит где-то от 50% до 80% у нас в составе цемента 28 суток показан верхний снимок это гидротация только началась с Ц2С за 90 суток уже получаем гидросиликат ЦСН его его если мы вот цемента моду как удельная поверхность 30 сантиметров то есть 300 3000 сантиметров то есть 3 метра квадратных на грамм у нас вот ЦСН увеличивает удельную поверхность до 40 метров представьте 40 метров квадратных на грамм это он может обволакивать все частицы заполнителя и это волокна они значит мы фундаментальные исследования провели рентгенно-структурные термографические анализы которые здесь не показаны и получается что ЦСН это имеет размеры 0,2 0,5 нанометра нанометра вы знаете это миллионная доля метра мы получили нано нано технологию разработали вот это модель молекулярная модель коллоидного гидросиликата в асфальтовом вяжущем вот в нем между волокон имеется прочно связанная вода и слабо связанная влага но если мы это используем в асфальтобетоне то вместо воды то есть совместно с водой имеются и прочно связанные битумные молекулы среди них которые вот сейчас следующий слайд покажите следующий слайд да вот здесь термограммы олитово-коллоидного гидросиликата слева без битума справа с битумом испарение влаги может произойти только справа который асфальтобетон испарение влаги может произойти только при 180 градусах цельсия но такие градусы у нас наружной температуре не бывает поэтому токсичность асфальтобетона полностью соблюдается экология следующий слайд построили дорогу этим методом мы построили дороги Астана-Боровое через три года мы получили где-то прочность до 14 ну до 15 мегапаскаль морозостойкость 100 следующий слайд это следующий нет предыдущий слайд вот это Шиели-Тайконур 152 километра мы построили для для Каза-Тампрома для пропуска тяжелого тяжелого груза руды перевозки руды и вот состояние дороги через 12 лет вот эксплуатироваться вот в таком состоянии это асфальтобетон который слева показан до чего доведен асфальтобетон при груженных транспортных перевозках а прочность марка бетона получилась асфальтобетона получилась марка 200 асфальтобетон следующий слайд следующий слайд пожалуйста холодный асфальтобетон на основе белитовых порошков или вяжущих можно сказать они складируются могут складироваться и зимой они не не затвердевают потому что они затвердевают только при плотном уплотнении плотном теле уплотняется тогда только они начинают твердеть вот чем отличаются все смеси от наши смеси от других которые используем цементом следующий слайд следующий слайд это нормативные документы и патенты которые мы разработали для строительства бетонов и асфальтобетона из наноструктурированных белитового цемента следующий слайд это одна типовая конструкция дорожных одежд для всех категорий дорог допустим для пятой категории мы можем просто грунт укрепить нашим белитовым вяжущим и слой износа из шероховато поверхностной обработки или слой асфальтобетона 5 см этого достаточно для пропуска транспорта а для высоких категорий мы вот то что рассказывал вам по Астана Щучинск вот в следующем слайде а вы следующий слайд сделаете это конструкция которую я рассказывал для всех типовая конструкция для всех категорий дорог для всех дорожных климатических зон у нас не зависит от климатической зоны везде они будут работать нормально следующий слайд следующий слайд свидетельствует о том что мы при использовании белитовых цементов мы можем во первых на 30 процентов уменьшить стоимость дороги первый второй ну и третий категорий и сократить срок строительства в три раза вот смотрите если автомагистраль 6 полос мы строим стоит 1 миллион 225 тысяч тенге затраты времени 40 дней вот 1 километр 40 дней строится затем стоимость 1 километра у нас снижается на 30 процентов а срок строительства допустим от 40 дней до 15 дней вот это 6 полос дороги ну а если мы взять нижний автодорога две полосы холодным ресаклем мы если его стоимость 350 тысяч тенге то есть 350 миллионов тенге то строится на 13 и 4 десятых суток километр километр а мы можем уменьшить стоимость почти два раза на 47 процентов и построить эту дорогу за двое за ну почти трое суток вот увели почти во сколько ну 6 раз сокращается срок строительства следующий слайд это свидетельство о том что если мы дороги строим из асфальтобетона по традиционной технологии то мы будем за 50 лет мы должны использовать затратить 420 процентов стоимости дороги если мы построим по цементобетонной покрытии по традиционной технологии то мы можем за 50 лет истратить 370 процентов от стоимости дороги а если мы по нашей технологии с билетовым цементом билетовым вяжущим то мы можем истратить только 190 процентов за 50 лет запомните это говорит о том что мы экономим и средства и материальные и финансовые благодарю за следующий слайд следующий слайд благодарю за внимание если есть вопросы пожалуйста задавайте все доклад окончен вопросы есть вопросы да есть вопрос сейчас слышу 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 слышно Я знаю вас как ведущего специалиста АТО «Довлодорога». Я просто вас интересуюсь. Существуют критерии использования вашей оборудования. Я имею критерии по грузоподъемности, по интенсивности движения, по скорости движения и так далее. Какие основные критерии вы считаете важными? Дело в том, что наши бетоны на основе белитовых цементов, прочность их постоянно увеличивается в течение, нами зафиксировано, в течение 39 лет. Поэтому все дефекты, которые создаются на обычных, традиционных дорогах, то эти дефекты самозалечиваются и упрощеняются дальше. И при любой температуре, при отрицательной, при положительной температуре. Поэтому я говорю, что в любой дорожно-климатической зоне Казахстана мы можем строить дороги. Ну, те конструкции, которые я вам предлагал, типовая конструкция для всех категорий дорог. Спасибо большое, Борис Лисович. Спасибо. Коллеги, теперь переходим к следующему докладчику. Шеяхметов Саулет Берликашевич, доктор технических наук, профессор кафедры строительства и строительных материалов, Института архитектуры и строительства Казнетул Сатайва. Тема доклада «Современные конструкции железобетонных шпал для скоростных участков железных дорог». Спасибо. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые гости нашего форума. Вашему вниманию представляется следующее наше сообщение. Это современные конструкции железобетонных шпал для скоростных участков железных дорог. То есть, здесь у нас, получается, соответственно с коллегой Комендарь технического наук, главный инженер ООО «Инстгрупп ООО». То есть, это ответственность, который занимается выпуском железобетонных шпал для скоростных участков. Пожалуйста, железнодорожный путь. Можно я с вами узнаю, что железнодорожный путь – это комплекс инженерных сооружений, предназначен для пропусков. Верхнее строение пути должно обеспечивать первое дело, во-первых, равномерное распределение на измельное полотно, искусственное сооружение, грузы окна, нагрузки от железнодорожного пути и подвижного состава. Стабильность геометрических параметров резцевых колеи. Третье – тончность и надежность всех составных миллиметров, а также устойчивость к весе шпальные четки, от сдвига в горизонтальные и литеральные плоскостях под воздействием внешних и внутренних сил. Шпалы. Шпалы. Это, например, у нас получается на участках пути должны поменяться железобетонные шпалы. И пирожи томатым разумениях от первого и третьего классов должны быть следующие. Прямо видимых участок. Радюшем 1240 штук на один километр, радюшем 120 метров изменения – 2000 штук. На пути от четвертого пятого класса прямых видов градюсом более 1200 метров на один километр, и радиусом 1200 метров меньше – 1800 штук на один километр. Следующий здесь мы хотели, мы показали, в зависимости от конструкции железобетонные шпалы могут воспринимать различные типы на грузах, включающие вертикальные, горизонтальные и парковые. Они способны выдерживать силы, воздействующие во время движения поездов, включая синхроны, грузовые составы с высокой осевой нагрузкой. То есть здесь на режиме видно, как бы, средств легкого строения инфид, которые именно происходит нагрузка, где находятся наши шпалы, и вот как происходит трансляция восприятия этих нагрузок. Следующий, железобетонные, подрезы основания, да, что из железобетонного подреза основания могут применяться различные походы и размеры конструкции. К таким конструкциям обложатся шпалы, лижий, легий, равный. Из указанных видов подрезового основания наиболее распространённые, как к возрастанию, таким зарубетон, получили шпалы из предварительно напряжённого железобетона. Отличная отличительная способность шпала от таких видов подрезового основания состоит в том, что они работают на изгиб, как балка на узбурном основании, под нагрузки, приложены в двух фиксированных точках, которые мы сейчас видим на рисунке. Получаются две нити, а через эти дверники они принимают нарушки. Работу способность рельсового путина шпала проведена долгим, долголетним образом. На сегодняшний день огромное предпочтение отдаётся ещё же железобетонный шпал поиск грузии, который представляет собой паркус применения с элементами сечения с площадками для установки рельсов и ответственность и приятных видов наших предпочтений которые сейчас вы можете увидеть. Здесь у нас показали современные шпалы выполняют путём заполнения фронным бетоном, в который помещена арматура создающая растягивающие усилия, чтобы железнодорожный путь был надёжным и износостойким такие шпалы отличаются неограниченность сроком службы. Имеют высокую механическую прочность и не подвергаются к имени. То есть на рисунке мы хотели показывать завод, который здесь производит, изготавливает железобетонные шпалы и который находится на территории Казахстана, в частности в Алматы. Завод, который производит именно железобетонные шпалы. Здесь мы привели несколько метров, пожалуйста, здесь вот для примера заметить можно Лилотрек, который непосредственно занимается Продолжение следует... 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 Обратите внимание, здесь не каких-то шурупов, не каких-то длительных. Следующий, это получается шпалы. Вот разные конструкции. В зависимости от разных конструкций, в зависимости от их классификации, мы привели вот разные типы. Разные конструкции шпал. Ш1, Ш2, Ш4 и Ш3. Как вот сейчас мы видим на рисунке. Участливые долги приведены в ширину адресовой колеи обозначении оплаты. То есть, в зависимости от адресовой колеи, где они применяются, естественно, не имеются в области оплаты. Следующий. Использование современных программных комплексов. То есть, мы здесь хотели привести. Использование программных комплексов. Но, опять же, мы вводили работу, с которой объединяются двух таких прочностей. Как вам детально более детально изучить, мы применили вот эти программные комплексы. Космос, Андрюс, получается. Пожалуйста, вот получается у нас модель. Модель поэндорезоверезоверных домов шпал. Конечно, модель шпал. Ш1, соответственно, а за клубник болты. Ну, который, конечно, будет функционировать. То есть, у меня есть модель. И для чего этот модуль есть? Система для расчетов. Анализы консульции по методу конечных элементов. Ну, программных комплексов с космосом. Оценка распределения внутренних напряжений в железобетонной шпалке. То есть, с правой стороны, конкретно видно, внутренние вот эти вот напряжения в желтого цвета, красного цвета, где напряжение больше. То есть, распределение по поверхности, распределение по металлическому сечению. Следующее также, продолжим, распределение по металлическому сечению. Распределение по реализованным сечениям. Распределение по реализованным сечениям. При распределении продолжения в области заантерии, заантерии. Ну, где находится на мультуре, тоже здесь видно. То есть, как распределяется на русле. Распределение на протяжении бизнеса в шкале при испытаниях на вырывании болтов из шпалок. То есть, которые находятся внутри. Именно вот эти серволютные и шайбы, которые работают. Естественно, мы его тоже провели, вот такое вот испытание. То есть, на разрушение. Распределение вытягивания наружения в балласте по подошли шпалок и по шайбинам. Стабилизированный балласт и эффектальная нагрузка в действиях полного силы на университет. Тоже провели, что это здесь. Распределение с программным комплексом. Август, растягивающий сжимающий нарушение инвестиционной шкалы, показывает прочность и устойчивость. То есть, здесь, опять же, современный программный комплекс показывает нагрузка, в какой части происходит. Естественно, в каких частях она усиленная или же неусиленная. В зависимости от, опять же, просто рюш, от вида скрепления, мы приступим в следующую выводку. Пожалуйста, вот, расчет герезритона шпал с использованием наконечных элементов. Аншус и Госпус-М. Представляет ряд ведущих, которые делают такой контроль выгодным и целесообразным. Особенно при проектировании эксплуатации железнодорожных путей. Первое. Заложение надежности безопасности. Точный анализ напряжения и деформации помогает обнаружить официальные проблемы с удобной дизайной шпалой до начала ее производства и эксплуатации. Это снижает вероятность аварии и увеличивает общую безопасность железнодорожного режима. Второе. Оптимизация материалов методичных элементов позволяет точно рассчитать, какие материалы и в каком объеме сверху используют для достижения требуемых характеристик шпал без излишних затрат. Это ведет к экономии на материалы при сохранении или даже улучшении качества чувств. Третье. Улучшение эксплуатационных расходов. Повышение долговечности шпал за счет более точного проектирования приводит к снижению частоты и объема необходимого ремонта и замены, что экономика и ресурсы долгосрочных успехов. Следующее. Пятое. Сокращение времени и проектирование испытаний. Быстрый и точный анализ возможных конструкций с помощью ансус сокращает общее время необходимое для разработки, испытаний, новых типов шпал, ускоряет процесс внедрения, инновации и обновления. Используем метод для расчета железнодорожных шпал таким образом не только поддерживает безопасность и эффективность железнодорожной инфраструктуры, но и способствует более реальному использованию ресурсов, что делает такие технологии весьма необходимы для железнодорожной области. В целом такую инфраструктуру шпалы это сами разработали? Нет, они они разработали сами не разрабатывают предметов шпалу шпалы не ограничены. и если вы воздействуете если хорошо за ними смотреть нельзя хорошо там написано в классе бетон набора 40 и прочность бетона зависит от состава бетона там какой состав бетона марка 550 цемент цемент 550 у нас Казахстан производит вот Турция Казахстан у нас где-то сам находится вопрос цемент 550 где ускоренобольский а шпалы здесь понятно что здесь привозят цемент 550 совместно с Турцией с Турцией с Турцией с Турцией с Турцией там еще форма еще для практики с Казахстан в большой роде я разбирался с Турцией военщины нужно где его берете что было хазахстан в основном его на конструкцию все все спасибо все спасибо все у нас есть в городе Ахтубе рейсс 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 спасибо коллеги мы наверное ученику вопросы задавать не будем спасибо что доложились следующий доклад у нас доклад достановой сауле саджи гумаровны доктора технических наук профессора кафедры строительства и строительные материалы казнету садпаева прошу вас ну а здесь актуальности 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 Это вопрос действительно очень важный, ну и поэтому, конечно, цели исследования заключают по совершенствованию метода оценки динамических характеристик в пройденных строениях бабочных дарных же постов с использованием угроза податных опор. Преимущества использовали податные опоры. Кстати, последняя конверенция, там есть атомная станция декурсива, там тоже, в частности, используется пространство. Но, вы знаете, для снижения интенсивности динамического воздействия существует несколько частей, это пассивная и активная защита, но пассивная защита за счет внутренней мредиопрочности конструкции. Это увеличение жесткости и, в частности, приводит к увеличению стоимости затратных зелья и, соответственно, стоимости конструкции. И почему-то в последнее время имеет это активная мера защиты. И вот, к ним можно отнести и использование аудиохода. Но, честно говоря, к ней мыши от этих упроводов, получается, вот так вот, в двух таких моментах. Во-первых, использование податных изменений в свойствах новой системы. То есть, достижают и частоты собственных холебаний. Те, отзываются и резонансовые явления. И, в других ситуациях, в обращении энергии холебаний, то нужно будет развиваться большим эффектом холебаний, то есть геномические нагрузки, то есть, соответственно, перемещения. Во-вторых, это очень важно, имеется результат регулирования энергетического процесса с изборным прокоподателем холебаний. И вот, при этом, где это делегование важно, а то, что возникает искусственные усилия обратные по знаку тем, которые возникают в эксплуатационных нагрузках. За счет этого напряжения информации в элементах от эксплуатационных узких может быть существенно снижение. Ну, и для этого, конечно, открываются большие возможности для создания эффективного инструкции. Ну, здесь современные, тут маленькие кладки отверг, очень хорошие исследования проводятся вот в России. Вот сейчас, в России, в России, в России, в России, в России, в Университете. Хорошие исследования проводятся в нашем соседе, в Кыргызстане. Там используются диализированные материалы в качестве тонких опор. И, ну, и просто в красах. А так, вообще-то говоря, распространение довольно-таки еще большое. Но, я хочу сказать, что многие исследования, они посвящены технологии создавления преподателем холебаний. А именно в самой теории, и как работают эти упрокоподатливые опоры, какие там возникают усилия, такое, то есть, из-за технологии, она еще не будет достаточно развязываться. Ну, здесь упрокоподатливые винильные связи указывают. Ну, первое, это, фактически, упругое заширение. Встанно всекает, как видите, упругие моменты, темно-силы вертикальные. Так вот, В – это когда упругое связь вертикального направления. В – когда деревья упругие, агнатливые следы, крупные направления, вертикальные. Ну, и, соответственно, возникают две, чуть-чуть, две жесткости этих связей. Так, ну, в дальнейшем, все, что у нас сейчас есть в ультин-теории, оно будет предложено именно, кстати, это еще один, в общем, рассматривали трехпроементный мост, это старый мост, вон, надеюсь, и четырехпроементный. Кстати, эти мосты были, это старые мосты, которые были, значит, возведены по тем нормам, которые существовало, действительно, и, значит, теоретически, где-то, чем-то, 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 чем-то. В настоящее время эти мосты находятся в галориумом состоянии и требуется реконструкция. И, в порядке, в этом, в связи с этим, мы не разработали исследования и использования упругоподатного конкурса для усиления динамической динамики этих систем. Ну, вот здесь представлены прорезные, значит, разрезной нос, так что каждый прорез имеет свои особенности, свои, там, длинные прорезы, и, так далее, вот здесь это указано. Тут почти расчеты, если у нас прорезы, так как разрезные, поэтому каждый прорез рассматривается отдельно, вот это как система надбукопора, жесткость блукопора, с распределённой массой, значит, я, вначале, это собственная колебанная система, поэтому дифференциальная собственно колебанная система с распределённой массой, вот мы рассматривали колебания, германические колебания, ручки, это, потом, галочные функции, вот здесь урешение предупроводнения, вот это использовались круговые функции, вот здесь последнее выражение, это перемещение во время, которые здесь есть коэффициенты А, В, С, В, коэффициент В определяется из ограничных условий, А, К, Б, К, тоже по второму струбочке определяется из границы, безусловно. Очень главное, я уже сказала, что один из показателей динамической корочкой системы, конечно, является динамической характеристики. Поэтому в дальнейшем при определении собственного переливания вам нужно знать частоты собственного переливания. Вот этот вариант, какая-то частотный параметр, который зависит от собственного частоты А, К, К. Ну вот, короличные условия записываются. Короличные условия мы за несколько случаев используем. В данном случае, ну, для отраслоты мы записали, наверное, тот же случай. Это шапитная параметр. Это вот решение, перемещение вещей в среде при собственном переливании. Это перемещение в год оборота, моментами, определенность силы. Естественно, начальные программы, ИК фирмы, которые находили это определением. И Ц.1, Ц.2 – это соотсуги, если мы взяли две шапитных функций, вообще две жёстки селья. Левая и правая функции – Ц.1, Ц.2. Используются здесь круговые функции, которые зависят от динамического параметра лямки, который придется определять. История граничного условия выключает характеристическое уравнение, определение параметра лямки, записанное участие. Это уравнение решается прямым использованием решений, используются интеракционные методы, интеракционно-направляющие методы, то есть при поиске корней этого уравнения используются первые, которые используются, то есть иметь локальные решения. Такое частное решение, когда левые опоры жесткие, правые опоры жесткие, когда опиопоры, в последнем случае, когда опиопоры жесткие. И, конечно, потом возглавление, в последнем случае, когда жесткие опоры. Используются в последнем случае, когда левые опоры, в последнем случае, когда левые опоры, в последнем случае, мы рассматриваем подвижную нагрузку. Она изменяется по гармоническому закону, по-другому, как Асана. П-0 – это период внешнеподвижной нагрузки. П-0 – на популяризе сама. В определенной значении внешнеподвижной нагрузки зависит от диаметра, от площади контакта колеса с покрытием и так далее. И, конечно, можно предназначить скорость движения на основном нагрузке. Но нельзя царь на уравнении, где 20-летнего предыдущего. Правильная часть сама на пуске имеется со светлой очереди нагрузка. Значит, вот у вас тета – это частота возмущающего нагрузка, то есть частота движения автомобиля. Вот так же. Так. Ну, вот здесь, так как у вас там нагрузка идет, так вот приходится рассматривать решения для левого и правой части в отдельности. Здесь указано, что вы знакомы с левой, вы знакомы с правой. Вот эти вот решения. И, конечно, у нас есть начальные параметры. И все остальные параметры, я вам сказала. Для дому, чтобы определить эти начальные параметры, здесь уже граничные условия, в дому, так же, записанное для шагов и наферсика проявлений, то есть у вас туманник на минуту, и перелечение через жесткости, через жесткости. Для очень бесконечной процветки была, это именно оптимизация жесткостей и круглоподательной связи абсолютно два. Поэтому оптимизация проходит через потенциал полной энергии системы. Зачем потенциал полной энергии не анализируется, в динчатах записан, выражение полной энергии системы, и условия экстремума. Это первая производная работа, а для устойчивого решения необходимо, что вторая производная, оборота, 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 оборота. Но это чисто вопросы здесь еще не устойчивости. Ну а вот здесь уже представлены результаты динамического расчета для несущих полного пролета настроения. Вот здесь первая, первая тезия пролета, первая страта относится к случаю, когда жесткость. Кстати, были сделаны измерения, инцидентальные измерения, для данного состояния. Вот они у каждой частоты. Значит, третье исполнение, 10,4-10. Это для первого пролета, для второго пролета, второй пролета более длиннее, для этого частоты уменьшились, 621. Вот там последний, да, это динамический коэффициент, который зависит от собственных часов и частоты уменьшились, значимующесть в оборота. И вот далее тут измерения, чистоты, собственно, перфолета зависит от жесткости. Вот здесь продавали значения жесткости. Вот сначала, видите, жесткость, динамический коэффициент сначала уменьшается, а вот начиная, там, жесткость, когда же есть, километон, и километон, на самом деле, там уже поднижается, вот такая неравновесность. То есть вы видите, что динамическое состояние зависит от, конечно, от жесткости в оборота. Ну, когда дальнейшее увеличение, обратно динамический коэффициент увеличивается. Поэтому вот эти данные, они были представлены, следующие уже графики. Вот здесь первый и третий график, это для случаев жестких попов, для жестких попов, для первого пролета и среднего пролета. А вот два-четыре, это для случаев круглоподатной связи. Как вы видите, увеличение круглоподатной связи, жесткости круглоподатной связи, изменяем частоты, круглоподатной связи. У нас такие третий, это жесткость попов, податной связи, возрастает, они, это массив топлив, они приближаются к вторым звездам. Так, вот здесь представлены максимально внутренние усилия, вот здесь только усилительные наиболее максимальное значение. Вот здесь представлены статический расчет, динамический расчет, когда жесткость бесконечности, или когда жесткость изменяется. как заменять изгибающий момент, максимальное ожимающее, максимальное растягивающее усилие для всех пролёгов. наиболее продолжение прогрессии. Опять видно, что с увеличением жесткости у вас происходит обратное увеличение, то есть это такая неоднонепность. Так, здесь тут совдинные витальные перемещения, тоже в метрах, в середине полученных полетов, в зависимости о жесткости опробных связи. Первое – это был боскатический расчет, второй – динамический расчет. Цель динамического бесконечности – это жесткая связь. И последующая – это для случаев, когда жесткость под артовой связи изменяется. Кстати, те измерения, которые были сделаны, измерения, показали, что в данном моменте мосты находятся средств реконструкции. Потому что там опасность состоит и по департмации, и по резервной существенной способности. в таком с таком это выводы, используя регулирующие капотные звенья, поставить процент, с динамические коэффициенты, для больших случаев, 15-18% в зависимости от дин проектов. По данному числу расчетов, регулирующие связи опоры улучшаются. механические пробивы от подтверждений по сравнению со статическим расчетом, под указанной сенсии процентные отношения, изгибающие моменты, нормальные напряжения. Регулирующие опорные устройства снижают собственную частоту собственных рекламентов, самоводя из-за резонансной зоны, преимущества в преимущества конечно увеличение длинных параллётов, приводит к уменьшению собственных частот и увеличение внутренних усилий процентов. Но это сделано по несущим валам. Такой же и практически строгой технологической теории были рассчитаны и проезжая часть и проезжая часть рассматривалась как плиты, которые плиты имеют трёх рожёсток и тоже сделал расчёт на собственные колебания и я не привела те эспектальные данные которые были подать все и предварительные расчёты и дополнение тому что мы заканчиваем конечно нам приходится погубить расчёты и естественно что это будет еще спасибо 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 пали фактические совет поэтому надо реконструкцию вот 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 несколько направлений вот мое направление это использование противоподатных хотя я не отрицаю нужно через другие актерии но наиболее наиболее перспективное тут регулировать можно и себя сравнивать вопрос вот регулирующие обороны устройства он не видит из чего это делать и за нашим домом выходит регулирующие а у вас это что в процессе возникает еще еще возникает сила противоположного что мы отправили коррекционные нарушения поэтому конечно и динамические облики заголевания уничтожаются внутренние усилия вот эти вот жесткие эти основания зависит от строения настройках это уже конкретно для конструкции уже и технологии это вопрос очень важный но особенно проблем и системы спасибо но сегодня все доклады которые прозвучали всем спасибо